История моего знакомства с этой малышкой началась полтора года назад, когда Вале и ее семье потребовалась помощь устюжан в сборе средств на лечение. Тогда все вместе мы смогли оказать значимую поддержку в развитии этой крошки. Но сейчас пришел момент вновь объединиться. Впереди у Валюши сложная операция на руке. Но давайте по порядку. Когда ребенку исполнилось полгода, мама Светлана стала замечать, что дочка перестала самостоятельно переворачиваться. А вслед начались первые приступы эпилепсии. Многочисленные обследования и диагноз – детский церебральный паралич. Но никто не отчаялся и не отпустил руки. Наоборот, Светлана поставила четкую цель – развивать ребенка. Очень много времени Валюша проводит за лепкой. Самой ей сложно раскатать застывший пластилин, ведь ручка практически не разгибается. На помощь, конечно же, приходит мама. Из бесформенных кусочков получаются интересные фигурки. Еще одно увлечение, которое подушевали – это рисование. Она старательно выводит каждую линию, пытаясь повторить рисунок мамы. Но всегда интереснее, когда нет никаких запретов и можно просто черкать на листе бумаги. Светлана не перестает гордиться своей дочкой. Говорит, она уже совсем большая и самостоятельная. Даже в первый класс взяли. Правда, на домашнее обучение. Но все равно для семьи Красиковых это большое достижение. Все учителя хвалят Валюшу, говорят, что она все понимает. Вот только сказать не может. А сказать это, конечно, Валю спрашиваешь, так она скажет «да» или «нет». Вот. Ну, а так бывает, иногда с куколкой играет, и вдруг слышу четкие такие слоги хорошие, так, из двух-трех слов, как бы вот что-то даже я могу разобрать, о чем она. Ну, а так какие-то вот эти стеснения возрастные, вся переживается и стесняется. Кроме учебы с девочкой занимается социальная няня, которая также помогает расширять кругозор малышки. К тебе пришел тигренок и зайка. Покажи, где здесь тигренок. Где тигренок? Вот тигренок. А где зайка? Зайка. Правильно. Давай. Это кому дадим? Кому эту печенюшку дадим? Правильно. Сюда положим. Так. Квадратная. Правильно. Кому дадим? Кому, Валечка, дадим? Печенюшку. Вот сюда. Тигренок. Но не вся жизнь состоит из занятий и игр. На смену им приходят лечения и поездки в Санкт-Петербург для обследования и подбора препаратов. Был у нас полгода тяжелый препарат очень противоэпилептический. Вот. Так. Была заторможенность такая. Все время такое ощущение, как ребенок полуспит. Вот. Сошли мы с этого препарата. Поменяли тоже там же в Питере были эпилептолога. Нам порекомендовали другой препарат. Вот сейчас на фоне смены препарата стала активная. Активная и любознательная. Именно такая она, мамина Валентинка, которая всегда рада гостям и с удовольствием покажет все то, что не может сказать. А когда гости уходят, она очень расстраивается. Но разве можно отказать? Ведь их встречи стали редкими. Сейчас почти все время Валя с мамой проводят дома. Боятся заболеть, признается Светлана. Ведь перед ними поставлена важная цель. Операция на ручке, которой все шли очень долго. На сустав у нас запланированная операция. Уже три года ее планируем. Одно только говорят, что длительный наркоз. Значит, никаких эпилептических, чтобы не было хотя бы полгода. У нас такого перерыва не было еще. Но мы надеемся и верим, что эта замечательная семья справится со всеми сложностями. А мы им в этом, безусловно, поможем. Любая сумма, переведенная вами, станет значительным вкладом в помощь для этой маленькой девочки. Мы уверены, что можем вместе создать город добрых сердец и сделать все возможное и невозможное для счастливой жизни Валюши и всех особенных детей. С вами была Алена Белозерцева. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok